Я читаю тринадцатую главу из книги пророка Исаии. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего сильных Моих, торжествующих в величии Моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе, Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Савоофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты перед глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них медиан, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева, глаз их не сжалится над детьми. И Вавилон, краса царства, гордость халдеев будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами. И страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных местах.